Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева, и прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня. Поговорим о том, что произошло сегодня, во вторник, 7 ноября, и начнем с ситуации на фронте. Основные события за минувшие сутки происходили под Авдеевкой, это Донецкая область, и в районе Крынок, это Левобережье Херсонской области. У Авдеевского коксахимзавода эвакуировали почти всех сотрудников, кроме 17, которые, как заявляются, упорно отказываются покидать одно из убежищ завода, продолжая находиться в эпицентре боевых действий. Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат и бывший глава предприятия Мусам Магомедов. Нет, мы подождем, пока все закончится, ответили люди на настойчивые призывы уехать из зоны боев. И такое их решение Нарде прокомментировал следующим образом. Учитывая количество кабов, которые сбрасывают на город и завод, шансы, что они дождутся авиабомбы на головы существенно выше, чем дождаться, пока все закончится. Он также говорит, что убедить людей эвакуироваться еще попытаются сотрудники полиции и отряды эвакуаторов «Белые ангелы». При этом сотрудники завода сделали максимум возможного для его консервации, но шансов уцелеть предприятию не дают. Под крынками продолжаются российские артиллерийские удары, но ВСУ остаются в селе. Сообщается также, что были попытки продвинуться южнее этого населенного пункта, однако россияне заявляют, что они были отбиты. То есть этот мини-плацдарм, занятый ВСУ на левом берегу Днепра, держится. Хотя, как мы ранее с вами обсуждали, непонятно, что это на самом деле действительно ли ВСУ готовится к полноценному форсированию Днепра. Или это такая попытка оттянуть силы россиян с других участков фронта. При этом Херсонскому направлению в Москве уделяют довольно много внимания. На других фронтах в целом российские войска больше наступают, чем обороняются. Международный обозреватель Financial Times Гинон Рахман считает, что есть риск, что Российская Федерация перехватит инициативу на поле боя в Украине в следующем году. Зеленский гневно отверг идею о том, что война заходит в тупик. Но прогнозы о тупиковой ситуации на самом деле могут оказаться чрезмерно оптимистичными. Для Украины Россия превратилась в военную экономику и, вероятно, в следующем году будет иметь растущие преимущества в вооружениях и численности войск. В ближайшие месяцы российские войска, скорее всего, снова нанесут удары по украинским городам и инфраструктуре. У Владимира Путина есть еще больше причин продолжать упорную борьбу в следующем году, учитывая растущую перспективу того, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и бросит Украину на произвол судьбы. Он также пишет, что процессы в разных частях мира стали взаимосвязаны. Война в Израиле сместила акцент с Украины, сделала их конкурентами за оружие. Поддержка Украины странами глобального юга снизилась, когда Запад остался на стороне Израиля после начала авиаударов по сектору газа. Война в Израиле делает более вероятным избрание Трампа президентом, поскольку меньше молодых избирателей, прогрессистов и американцев арабского происхождения проголосуют за Байдена. Китай может воспользоваться возможностью, пока США перегружены, попытаться захватить Тайвань. Впрочем, до гипотетического избрания Трампа еще больше года, а пока ключевым вопросом для Украины является выделение новой американской помощи, а старая уже подходит к концу. В Конгрессе США продолжаются баталии в отношении того, выделять Украине много денег, 60 миллиардов, или чуть больше, или чуть меньше, или нет. Сегодня Wall Street Journal пишет, что группа республиканцев в Сенате предложила, чтобы Белый дом сперва профинансировал борьбу с незаконными мигрантами в качестве условия для продолжения выделения помощи Украине. Они требуют ужесточения требований о предоставлении убежища на южной границе с Мексикой. Издание считает, что это является первым шагом в том, что, как ожидается, станет мучительной борьбой за одобрение пакета, имеется в виду помощи Киеву. Но это что касается Сената, а вот Нижняя палата Конгресса, там вообще ничего не предлагали пока по Украине и касательно выделения помощи никакой новой информации. Пока ее только убирают из всех законопроектов, которые подает Белый дом. Один из основных аргументов республиканцев это неопределенность планов Байдена в отношении Украины. Конечно, есть еще важный момент, что в Америке выборы и республиканцы тоже говорят, что сначала внутренняя повестка, внутренние проблемы и финансирование, а потом уже куда-то по внешней политике. Конгрессмены требуют у Белого дома представить какую-то стратегию победы Украины или что-то еще. Но в Белом доме пока не формулируют дальнейший сценарий, как они видят, что будет с Украиной. Хотя вопросов, конечно, к этому, особенно после статьи Залужного, которую все обсуждают, стало еще больше, поскольку исходя из нее понятно, что контрнаступление Украины не сработало и на фронте тупик. New York Times тоже пишет, что Байден сталкивается с пределами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство в Украине и в Израиле. Президент США не смог убедить Нетаньяху организовать гуманитарные паузы в бомбардировках газа. В Украине главком Залужный заявил о тупике на фронте, с чем, по данным издания, многие из помощников Байдена согласны. New York Times пишет, но они опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит выполнение задачи убедить республиканцев проголосовать за увеличение финансирования войны и поможет побудить Путина наращивать усилия, надеясь, что бывший президент Дональд Трамп или республиканец с аналогичными взглядами будет избран в следующем году и откажется от американской поддержки Украины имеется в виду. Издание также сообщает, что президент США вынужден сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий в Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно. И хотя американское оружие и разведка играют центральную роль в обеих войнах, Байден живет с реальностью, согласно которой военные решения должны приниматься в Израиле и Украине, а не в Соединенных Штатах. И это, как пишет Нью-Йорк Таймс, часто ставит Вашингтон в странное положение. Он может предложить методы разрушения огромной сети, тоннелей в секторе газа или прорыва через российские оборонительные линии, но дистанцируется от решений и их последствий. И в качестве примера приводится ситуация, что когда американцы настоятельно рекомендовали украинцам сконцентрироваться на одном направлении, то есть на Запорожском и не распыляться, например, на направлении Бахмутское, то украинцы их не послушали и делали как хотели. Также пишет, что Байден обеспокоен тем, что дальнобойные ракеты Атакмс, которые американцы передали Украине, существенно не повлияют на ситуацию на фронте. В общем, такая информация к Вашему размышлению, дорогие мои друзья. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы в YouTube, Страна Юэй, Ясно Понятно и Медведева Про. Там очень скоро будет много интересных видео, а в сообществе там много полезной информации, кстати. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok